Всем привет! Сейчас этот рукожоп будет делать комод Очень оригинальный контент, которого нет в сети Здорово, народ! И да, я буду делать долбанный комод сегодня И так как я делаю это в первый раз Может быть кому-то будет интересно посмотреть, как новичок делает что-нибудь своими руками в первый раз Хотя, кстати, комод я делаю по собственным замерам Потому что у меня ниши есть под ванной неоригинального, так сказать, размера И такую штуку, таких параметров я в магазине нигде не видел А если видел, то там на заказ стоит это, ну, космических денег Получается 50 Глубина, 65 ширина, 65 высота Вот, на все про все я потратил 2300, а нет, не считая направляющих, но около 2700, короче Ну, не считая там сварочного аппарата, болгарки, своей мастерской, там кучу разного инструмента и прочего Ну, всего лишь копейки это будет, но ничего страшного Итак, для комода нам понадобится металлический профиль, квадрат 20 на 20 У меня ушло 5 метров Мебельный щит, самый обычный И направляющие, у меня они шариковые Профиль я купил на ближайшей металлобазе Мне его там порезали по 2 метра для удобства транспортировки И сейчас необходимо его порезать под наши размеры комода И желательно для этого иметь хотя бы отрезной станок Перед сваркой необходимо снять фаски, все заусенцы заготовок И приступить к свариванию некого такого куба Который в конечном итоге будет обшиваться мебельными щитами После сваривания необходимо лепестковым кругом убрать все неровности, все брызги от металла Всю ржавчину, так сказать, чтобы глаз радовался И подготовить все это дело к покраске Из вот такого вот металлического оцинкованного уголка Делаем крепежи для мебельных щитов Его достаточно распилить на две части Как выяснилось в дальнейшем, в магазине продается Такой же толщины перфорированная лента И не обязательно мучить уголки Ну и по традиции все косяки После сварки можно скрыть штукатуркой по металлу Так как сварщик из меня так себе То без штукатурки никуда И теперь необходимо мебельные щиты распустить под размер комода Желательно ровная, желательно дисковой пилой с направляющей Все по фельшую Типа не как у меня После предварительной примерки щита к комоду Я понял, что боковые стенки лучше оставить Хотя их хотел изначально зашить Так что от крепления будем избавляться Ну и покраска Здесь ничего нового Главное подготовить грамотную поверхность Избавиться от ржавчины, от неровности Опять же Первый слой я покрываю грунтом по металлу Черным Второй слой я покрываю черной глянцевой краской Но лучше всего использовать мат Как оказалось Далее путем проб и ошибок И выкрасок всеразличных пропиток и масел На деревяшку Я пришел К белому цвету Белое масло С белым пигментом Ну потому что мне показалось Что белое с черным будет сочетаться И это какое-то оригинальное будет сочетание Посмотрим, что из этого получится И кстати масло это такая штука С которой перебарщивать ни в коем случае нельзя Главное покрывать Тоненьким слоем Чтобы просто сверху она тонировала Чуть-чуть защищала деревяшку Я налил сдуру конечно Полбанки Пришлось все пятно потом распределять На все остальные деревяшки Масло Особенно тонирующее Много не лейте Сделать такие вот ящики Из того, что было с фанеры Процесс показывать конечно же не буду Потому что любой школьник сможет сделать Сейчас надо попробовать установить их И посмотреть Встают ли они Так сказать На свои места В чем есть направляющие Вот эти вот Шариков Я вообще не представляю Как их присобачить к стенке Чтобы ящик Чтобы зазор ящика был Ну чтобы был так как надо Короче Зачем их купить Осталось только вырезать фасады Покрасить их Отбрашировать Вот Сейчас я Прикручу стенки боковые Полочки верхние Все вот эти вот поверхности Надеюсь Масло уже высохло И практически уже Можно заканчивать Щит По швам Щит Мазопак Осталось только Присобачить ящики Вот Сейчас Будет Цирк С теми ящиками Я чувствую Возьмем Возьмем пипец криво косо но работает теперь осталось по несколько они должны стоприться в конце блин, походу я что-то не учел надо будет стоприться фасадами оба, например, эту панель ну вот фасадные панели, передние и лицевые готовы под размер все выпилено, теперь осталось их отбаршировать отбаршировать я собираюсь огнем, газовой горелкой не знаю, как это... газ брызжит даже, не знаю, как это получится если горелку включить так, она будет, наверное, слишком жестко башировать если я перевернусь так, газ будет брызгать во все стороны и она может рвануть, наверное, но не знаю, навряд хотя... посмотрим, в общем, ладно приступим, так сказать, к фаер-шоу приступим, так сказать, к фаер-шоу Самая сложная задача – это равномерно прогреть участки древесины, чтобы не было где-то пережженных пятен, где-то недожженных, как здесь. Барширование – это искусственные состариванные древесины путем удаления мягких волокон какой-нибудь щеткой или сжигания их при помощи огня. Потом я это все сотру щеточкой и покрою белым маслом, чтобы… не знаю, что и получится просто. Пусть что-нибудь белое масло давать с обожженной древесиной. Заодно, так сказать, проверим. Так, ну вот, вроде бы неплохо. Косяк тут один есть небольшой. Сейчас мы покроем все это маслом, будет, наверное, круто, но это не тошно. Так, ну вот. Готовился что-нибудь подождаем. Читает диплом. Бракомно. Порозв anchовы pieces. Браком. Продолжение следует... Так, ну вот, ящики, фасады установлены, ящики открываются, даже более-менее, я думаю, в принципе, для первого раза сойдет. Там видно хоть? Да. Ну, тут, конечно, есть небольшие косяки, но, блин, для себя сойдет. Ну и продажи же. Зато есть опыт в производстве. Ну, вот такая вот более-менее дизайнерская штучка у нас получилась. Кстати, не забудь подписаться на этот канал и написать, что ты думаешь про это чудо из железа и палок. Всем пока, до скорых встреч, я умываю руки.